ребята всем добрый день это зимой альберт я сейчас только что дропнул своего ребенка в школе еду домой у меня есть площадь со времени с вами поговорить и о чем мы сегодня будем говорить это о том как создавать команду мечты для того чтобы делать ваш бизнес недвижимости почему я говорю команда мечты потому что это такое устоявшиеся распространенное выражение которое чаще всего используется на бизнес семинарах каких-то бизнес тренинга для того чтобы объяснить что тебе нужно найти людей с которыми ты будешь двигаться к каким-то своим большим большим финансовым целям и достигать каких-то какого-то успешного успеха и так как в недвижимости создать команду мечты смотрите для того чтобы вам покупать объекты недвижимости вы обнаружите сразу же что вам ну кого-то не хватает например если у вас нету строительного опыта то вы сразу же обнаружите что вам нужен человек который разбирается в том как оценить техническое состояние объекта когда вы очередной дом смотрите вы не знаете ну он он окей или он не окей или он смертельно болен поэтому первый о ком вы начинаете думать это человек который может прийти за 15-20 минут сделать инспекцию полазить с фонариком на чердаке посмотреть где-то там basement посмотреть трубы посмотреть фурнос ну хитр посмотреть эйси юнит и определить что это все еще может послужить какое-то количество лет второй человек о котором вы сразу же начинаете думать вы думаете что он похоже мне нужен юрист лой ну либо отерний для чего нужен отерний для того чтобы подписать документы с селером когда вы с ним договорились о цене для того чтобы документы с байером подписать когда вы договорились о цене если вы делаете double closing или делаете wholesale или делаете sandwich lease option очевидно вам нужен отерний потому что без него вы просто не сможете оформить правильно документы третий человек о котором вы думаете о кажется мне нужен real estate агент или хорошо было бы чтобы там не знаю моя сестра или моя жена была real estate агентом или еще кто-нибудь и так как у real estate агентов ну предположительно есть какой-то ну как бы авторитет то это будет мне помогать в бизнесе а также у real estate агента есть млс то есть листин система четвертый человек о котором ну возможно вы подумываете это человек который будет заниматься ремонтами потому что когда вы покупаете дома они обычно не в идеальном состоянии там надо что-то делать иногда красить иногда карпит менять иногда что-то с крышей сделать иногда что-то с бассейном сделать и вы думаете окей мне нужен какой-то контрактор такой хэндимэн на все руки который может любой дом даже самый ушатанный превратить в прекрасный желаемый для покупателей симпатичный домик который я легко быстро продам следующий человек о котором вы думаете вы думаете вау вау подожди для очередной сделки мне же понадобится возможно 200 тысяч долларов возможно 300 тысяч долларов у меня нету столько кэша как не быть мне нужен наверное какой-то лендер то есть какой-то финансирующий партнер звонив которому я всегда могу получить там 50 тысяч 150 300 то есть какую-то крупную сумму когда я на буду находить сделки я буду ему звонить он будет говорить так конечно выписывать чек этот человек отправлять на closing и таким образом я буду покупать дома потом я буду продавать и делать на этом прибыль следующий человека которым вы думаете вы думаете так значит когда я заработаю прибыль у меня же образуются нужно будет платить таксы income таксы потому что каждый раз когда я делаю жирный чек прибыли там 50 тысяч 30 70 мне ведь нужно будет спланировать как заплатить поменьше таксов потому что здесь очень важен совет человека который разбирается в этом вопросе и желательно так чтобы он взял мои бумаги все сам сделал вместо меня чтобы мне даже не нужно было думать о том что сколько таксов я должен заплатить следующий человек я уже сбился со счета 8 7 по счету который который очевидно нужен это человек который помогает делать звонки если вы сами недостаточно хорошо говорите по английски чтобы коммуницировать по телефону или в живых встречах вам нужен кто-то мы называем обычно этого человека виртуал ассистент ассистент делает за вас обработку звонков от входящих от маркетинга когда вы сделали маркетинг вам начинают звонить какие-то мотивированные владельцы и кто-то должен поднять трубку телефона перед ним лежит анкета и кто-то им должен позадавать вопрос сколько у вас долг на проперти сколько у вас морги на проперти сколько у вас спален сколько ванны сколько лет этому дому и так далее и так далее все это анкетирование и затем это анкетирование Обернуть следующим вопросом Который должен определить Каков уровень мотивации У того человека, который вам звонит По телефону Если там уровень мотивации Высокий, то высока вероятность Что он с большим дисконтом продаст вам дом Если там уровень Мотивации Такой, знаете, никакой Ну я просто интересуюсь Просто смотрю, честно Это значит, что Может быть пока он еще не готов Может еще должно пройти полгода Прежде чем он созреет И у него появится причина Срочно вам продать дом Потому что пока что он не готов к дисконтам Он просто ищет хорошую оффер И ваш виртуал ассистент Он должен сделать работу Он должен определить, мотивирован этот человек Или не мотивирован Чтобы знать, на кого вам тратить время в первую очередь А кого может быть отложить на потом Следующий человек Который Ну возможно вам захотелось бы Его иметь Такого сотрудника Это человек, который делает Какие-то действия По размещению вашего маркетинга Где-то, где-то Например, если вы хотите Чтобы по городу стояло 200 штук Табличек Мы их называем бенди цайны Пластиковые таблички На палке Или на рамке металлической И на этой пластиковой табличке написано We buy houses We pay cash We blah 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 Ну какая-то чушь, которая призывает Людей, которые видят эту табличку Позвонить вам по телефону Оставить свои данные Рассказать о своем доме Рассказать о финансах Какие там цифры связаны с этим домом Чтобы вы после этого Могли поехать туда И встретиться с ним вживую И подписать с ним документы И вы думаете Да, было бы хорошо иметь такого парня Какого-то хендимена с пикапом Который ездит по городу И цепляет таблички каждую неделю Было бы здорово, да? И когда вы Вот Представляете себе Все это количество людей Теперь смотрите, ребята Я вас хочу Отговорить от этого всего булшита По той причине, что У меня, кстати, похожие были идеи Когда я только приехал в США В 2015 году Я думал, что мне нужно много-много-много людей Для того, чтобы От начала до конца Завершить один проект Потом у меня состоялись одна И потом через полгода еще одна Такие жизнеопределяющие консультации С людьми, которые заработали уже большие деньги В real estate в Америке Один был инвестор, у которого было там Много объектов И другой был потом инвестор У которого, ну, наверное, лет 20 Суммарного опыта инвестирования в недвижимость И когда я тоже начал задавать такие вопросы По поводу Кого бы мне найти в мою команду И мы вместе будем богатыми Он говорит так Расслабься Он говорит Я свой первый миллион долларов заработал Когда у меня было два сотрудника Из них я был раз И второй человек Это был мой ассистент То есть было только два человека Которые сделали первый миллион долларов Покупая и продавая дома Я говорю Как, так мало людей? Он говорит Да Всех остальных людей Тебе не нужно нанимать на постоянную работу Или более того Предлагать им какое-то партнерство И участие в будущей прибыли Все, что тебе нужно Это платить им разовые деньги Которые, в принципе, обычно платить Принято за наемный труд Например Если вы нанимаете виртуал ассистента Платите ему небольшие деньги За то, что он делает звонки И когда он очередной звонок превращает в лид Который превращается в сделку За то, что эта сделка подписана Платите ему бонус 500 или 1000 долларов Если вы знаете, что вы на этой сделке Сделаете минимум 30-40 Ну почему бы не заплатить ему 500 или 1000 долларов Бонуса за каждую сделку Которую он вам принесет Другой пример Если вы нанимаете, допустим, человека Который работает и должен Ну, какие-то технические работы сделать в доме То есть, допустим Есть большой бэкер И там нужно сделать ванскипинг И вы поговорили с ним Он говорит, окей, нужно на это 2 дня Столько-то, столько-то денег Там, не знаю, 300 долларов Скажите ему, окей, слушай, давай так Ты постарайся это сделать за полтора дня Я тебе заплачу 320 долларов Хорошо? То есть, это будет гораздо лучше Чем вы будете ему предлагать какое-то участие В будущей там прибыли, с продажи Там что-то такое Он у вас как бы краткосрочный пассажир Он работает еще на 3 других объектах Он к вам приходит Возможно, в субботу После того, как он где-то первую половину дня уже поработал Вторую половину дня он приходит к вам И вы для него, ну, не главный заказчик Смиритесь с этим Или, допустим, вам нужна помощь какая-то Чтобы вытащить списки объектов У которых закончился листинг Мы называем их expirate listing Для этого вам нужен доступ к MLS Если вы не real estate agent И вы не являетесь ассистентом real estate agent То у вас нету логина и пароля от местной, от локальной MLS Как вам быть? Вам нужен друг, real estate agent И постоянно меня спрашивают студенты А мне нужно платить real estate agent Ребята, real estate agent платить не нужно Real estate agent, он должен быть просто вашим хорошим знакомым Вашим другом Почему? Потому что, если вы оказываетесь в такой ситуации Что вы можете ему принести лид И real estate agent, они зарабатывают с того, что им звонят люди И говорят, пожалуйста, продайте мой дом Дом находится по адресу до комнаты Real estate agent приезжает Берет на листинг данный дом И если дом продается, real estate agent зарабатывает деньги Так вот, если вы встречаете какого-то человека Которому нужно продать дом Но вы сами, как инвестор, не готовы его купить Например, потому что там нет достаточного дисконта Или там не то соотношение моргиджа и эквити То есть, ну где-то цифры для вас не пляшут Вы спокойно позвонили real estate agent Говорите, смотри Я сейчас прямо нахожусь в доме у Джона Джон хочет продать свой дом Джон, поговорите с моим другом Он лучше real estate agent в городе Джон, ну окей Окей, даете ему телефон И уже ваш друг получает таким образом клиента Это называется реферальная рекомендация В Америке очень многие вещи делаются Благодаря реферальной рекомендации Я недавно был с дочерью у стоматолога И как бы стоматолог сделал одну часть работы И говорит, а вот есть другая часть работы Для этого нужен ортодон Пожалуйста, обратитесь вот в такую-то клинику Доктора зовут так-то-так-то Сейчас я вам напишу его имя Я вам сделаю типа направление И я им позвоню, чтобы они вас ждали Хорошо? Я вообще-то не собирался туда прямо сейчас ехать Ну говорю, ну ладно, позвоните Все равно куда-то мне нужно ехать Чтобы сделать эту часть работы Вот, они позвонили Мы приехали с дочерью в ту-другую клинику Это другой бизнес, принадлежит другим людям И они говорят, да-да, нам уже позвонили насчет вас Проходите То есть, видите, очень часто клиента передают из рук в руки Понятно, что у них там какое-то, как бы, партнерские отношения, да Но смысл в том, что они, ну, руку моют Это в бизнесе обычно очень часто, очень широко применяется Еще давайте теперь о финансировании поговорим Если вы сидите и подумываете о том, что нужен вам какой-то финансовый партнер Для того, чтобы профинансировать вот тот замечательный дом Маркет-цена которого 350 А вы его можете взять за 250 Но у вас, к сожалению, нету 250 тысяч Ребята, вам нужно потратить хотя бы 3-4 недели И разобраться в теме Тема называется Как покупать недвижимость Zero down payment Есть большое количество методов, как покупать недвижимость с деньгами Это, скажем так, одно море А есть другое море Это как покупать недвижимость без down payment Без денег Либо с down payment, но очень маленьким Который легко может оформлять любой человек, у которого есть хоть какая-то работа И о чем я говорю Смотрите, мы когда покупаем дома Мы фокусируемся не на тех сделках, которые просто там с большим дисконтом Или там поломанные дома, у которых есть огромный запас потенциала Которые там можно сделать и перепродать на 100 тысяч дороже Нет, это не наш принцип Мы фокусируемся на тех домах, которые имеют сравнительно небольшой дисконт Обычно это где-то 20% И где owner, в принципе, готов на эти 20% Но 80% это составляет ипотека Обычно первый и второй моргаж Либо только один моргаж, который находится на этой недвижимости Почему? Потому что когда мы находим дом, который, ну, например, его маркетинга Цена 300, а owner согласен на 250 И из которых 245 это ипотека А 5000 это, ну, какие-то пропущенные платежи Или там расходы на оформление То мы вот такую сделку берем Почему? Потому что ипотеку 245 тысяч Мы можем спокойно оставить на этой недвижимости Согласовав это с селлером Как это сделать? Посмотрите, у нас в программе Это один из основных методов, который объясняет, как покупать дом без денег Покупка с существующей ипотекой И несколько тысяч долларов, которые нужны для этой сделки Ну, например, 5000 долларов Я думаю, что вы легко найдете Если вы будете знать, что у вас есть потенциал заработать с этой сделки 50 Потому что даже если у вас в Америке временно нет работы Даже если у вас там есть всего лишь полтора друга И только две кредитные карточки Даже в этом случае вы можете, в принципе, за неделю Бегом собрать где-то 5000 долларов Для того, чтобы профинансировать эту сделку Вдруг вы в такой ситуации, что у вас вот сделка есть А 5000 долларов нету для того, чтобы ее профинансировать Ну, в крайнем случае, напишите мне Даже если вы в другом штате Я вас сведу с кем-то из студентов Которые находятся в этом штате И которые находятся в поиске сделки И у них есть кэш для того, чтобы ее купить Окей Теперь опять вернемся к тому, что такое команда Смотрите Лучшая в мире команда Это вы и, возможно, еще ваш один ассистент Обычно это кто-то, локальный американец Который прекрасно говорит по-английски Который может выполнять функции человека Ну, как property scout То есть, который может поехать, посмотреть объект Встретиться с олнером Проакетировать олнера вживую Который может вместо вас поговорить по телефону То есть, человек, которому вы можете поручить Почти те же самые действия, которые вы делаете сами Единственная вещь, которую нельзя поручать этому человеку Это подписывать сделки Потому что, если он вместо вас еще и контракты будет подписывать То, в принципе, вы уже ему не нужны как наниматель Он может бизнес без вас делать И себе самому подписывать сделки И себе покупать дома Ну, если он, конечно, достаточно сообразительный У меня работает человек Великолепный сотрудник Женщина, которая 58 лет Она уже на пенсии Но она очень-очень прекрасно общается с людьми Она прекрасно знает город Она мотается абсолютно на любые адреса Никаких вообще у нее комплексов по поводу того Чтобы пойти и поговорить с любым абсолютно хоум-оунером И она делает virtual assistance То есть, она обрабатывает телефонные звонки Она делает door knocking То есть, суббота, воскресенье она обычно на колесах И она где-то ездит по тому списку адресов, которые я ей даю И я ей плачу бонусы за каждый дом Который я купил благодаря ее контактам Благодаря ее работе И ей очень нравится получать деньги именно кэшем Потому что она, ну там, определенную форму социального обеспечения получает И ей нельзя, чтобы ее доход становился выше Ну, официальный доход Поэтому я ей плачу просто кэшем И ей это очень подходит Поэтому, чтобы завершить тему О команде мечты Вам не нужно много людей Раз Второе Вам не нужно предлагать людям партнерство в какой-то будущей прибыли Это очень неумно Два Третье Вам не нужны никакие финансовые партнеры У которых есть там сотни-сотни тысяч долларов Они вам сами будут звонить и предлагать Но вам не нужно с ними связываться Лучше сфокусируйтесь на поиске тех сделок Которые можно купить без существенного даунпеймента То есть, которые можно купить Использовав там 10 долларов Там 2 тысячи, 3, 5 Никаких сделок Типа там 50 тысяч, 100 тысяч Чек это нонсенс Мы такое не делаем Следующая вещь Когда мы сотрудничаем с кем-то Например, с real estate агентом С attorney Там с каким-то handyman То мы либо платим просто почасово То есть, сделал работу сегодня На сегодня рассчитались Все, больше ничего не должен То есть, никаких доллосрочных вот этих контрактов Наймов на работу и всего прочего Либо второй вариант Как я, допустим, с real estate агентом работаю Я ему накидываю клиентов Я ему лиды предоставляю И он мне предоставляет лиды То есть, у нас просто взаимное предоставление Друг другу потенциальных клиентов Вот так это сотрудничество можно назвать Он мне ничего не платит И я ему ничего не плачу Но он прекрасно понимает Что я заработаю что-то с его лидов Которые он мне предоставил А он что-то заработает с тех лидов Которые я ему предоставил Вот таким вот образом вы можете организовать сотрудничество с вашим другом Real Estate Agent. Окей, я практически доехал домой. Спасибо большое за внимание. Я надеюсь, вы теперь понимаете, что такое команда мечты. И еще один маленький совет. Когда вы начинаете формировать свою команду мечты, смотрите прежде всего на вашу семью. У меня замечательная совершенно команда мечты. Это моя жена, моя старшая дочь, моя средняя дочь и младшая дочь. Как бы ни странно это звучало, но они все участвуют в бизнесе. И каждая из них делает свой кусок работы. Младшая дочь, которой 8 лет, она клеит марки и клеит стикеры с адресами на конверты и на карточки. Для тех рассылок, которые мы делаем. Средняя дочь либо подписывает конверты, либо клеит стикеры и этикетки. Либо занимается пейнтингом, клинингом. То есть она много разных вещей уже умеет делать, что касается ремонта. Ей 14 лет. Старшая дочь очень много уже видов работ делает, которые связаны с тем, что привести дом в порядок. Это клининг, это ландскейпинг, это пейнтинг. То есть она уже довольно хорошо обучена, как делать многие вещи. Что я могу ей поручить и я знаю, что там будет все очень красиво. Единственное, что она это долго делает. То есть я хотел бы, чтобы она быстрее как-то... Ну, ничего, она научится. Моя жена умеет делать абсолютно все вышеуказанные процессы. Плюс она руководит всей этой бандой. Поэтому, ребята, когда у вас есть возможность вместо какого-то чужого человека, которому вам нужно платить деньги, привлечь в свой проект, в свой бизнес свою семью, которая в принципе будет потом получать бонусы благодаря тому, что вы сделаете чеки на этой недвижимости, то используйте лучше этот вариант. Ваша самая лучшая команда, если вы мужчина, это ваша жена. Если вы женщина, то это ваш муж. Или другие варианты. В общем, семья это однозначно лучше, чем другие люди, которые неизвестно, какие у них цели. Окей. У меня все на сегодня. Я уверен, что у вас будут великолепные команды. И до встречи на ближайших конференциях по недвижимости. Всем пока.